Прямо сейчас поговорим с генеральным директором Интерфакс Украина Александром Мартыненко в нашем эфире. Александр Владиленович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Итак, итальянская пресса, как мы только что сказали, публикует такую статью. Сотни копипастов, ссылок, разговоров за эти дни в Украинском центре противодействия дезинформации говорят о том, что подтвержденной информации об этом событии нет. Расскажите, вот как правильно относиться к подобному роду информации, которую опубликовала Ла Република? Ну, знаете, ко всем видам информации, которые публикуют не только Ла Република, а также другие издания, в том числе, кстати говоря, очень известные и уважаемые, надо относиться с большой долей скептицизма здорового. Я имею в виду, не отвергая сразу, конечно, но понимая, что мы живем в мире фейков, и, к сожалению, фейки не проходят мимо даже уважаемых, респектабельных ранее изданий. Все бывает, знаете, как и все, которые в журналистике работают давно, бывает все, бывает, приходит информация, которую ты сразу не можешь определить, фейк это или нет. А в наше время так тем более. Поэтому на веру брать ничего нельзя вообще. Проверять, смотреть, что подтверждается, что не подтверждается. Вот это есть вторые и третьи источники, четвертые. Но, тем не менее, мы прекрасно живем во время войны информационной, в том числе и запугивание противника, это один из элементов этой информационной войны. В данном конкретном случае, конечно, у меня возник вопрос, почему утечка из НАТО, из штаб-квартиры пошла в газету «За Република». Ну, честно, для меня немножко странновато, потому что я понимал бы, если это был Washington Post, New York Times, какие-то другие компании известные, но с Републикой что-то получилось, наверное, не так. При этом, еще раз говорю, мы сейчас не можем 100% сказать, что ее там нет, то есть она не бродит там где-то подводная лодка под простором океана, но, в общем, честно, именно то, что ищет именно о ней, укладывается в теорию запугивания, потому что именно на ее борту находится вот это мифическое достаточно до сегодняшнего момента оружие, которое может затопить пол-половину Соединенных Штатов Америки путем ядерного взрыва большой мощности, огромной мощности в Атлантическом океане. Никто этого оружия не видел в глазах, никто не понимает, есть оно или нет. Александр Владимирович, вы говорите о так называемой ракете «Посейдон», да? Ну, «Посейдон», да. А почему? Что мне мифического расскажите? То есть есть основания полагать, что такого, может быть, вообще не существует? Оружие призвано? Как показывает опыт нашего знакомства с российской армией, то многое из того, что должно было там быть, на самом деле, его там не оказалось по разным причинам. То ли потому, что это был просто фейк, ну, типа танка Армата, да, то ли потому, что идея-то была, например, создание какого-либо оружия, а потом все деньги украли, и оружия не оказалось. При этом никто не утверждает, что это фейки, там абсолютно все, например, там ракета «Кинжал», это абсолютно реальная ракета. К сожалению, мы знаем, что она существует, и мы действительно почувствовали, что это такое. Но что касается Посейдона, это, я напомню, просто несколько лет назад Путин как-то выступил с большой вот такой телепрезентацией, где были показаны мультики новейшим российскому оружию, ну, понятно, чтобы запугать всех остальных. И вот там было сказано, что это такая ракета, ракета, если не ошибаюсь, 100 мегатонн, ее мощность, которая взрывается в воде и создает волну океанскую не то 200 метров, не то 500, там по разным данным. И смывает вот это все побережье Соединенных Штатов в глубине до 500 километров. Ну, в общем, знаете, такой фильм «Послезавтра», только в живом, в реальном варианте. Ну, почему, знаете, почему мне кажется, что это еще никто не понимает, есть она или нет ее, потому что уж слишком эта кинематографическая история, знаете, понятная многим американцам, потому что все так или иначе смотрели фильмы, где то ли 20-12, то ли «Послезавтра», где огромная волна всплывает половину Соединенных Штатов. Вот, но ничего исключать нельзя, поэтому еще раз говорю, я сказал, говорить 100% что-то существует, нет, какая-то доля вероятности бы там есть, поэтому следим за новостями. Там, Владимир Владимирович, это, наверное, нужно вспомнить и сказать зрителям, что последние, наверное, последние подобные испытания, какой-то страшной ракеты российскими подлодками были 22 года назад и закончились трагедией с подлодкой «Курск». Ну, там, если честно, там не было испытаний с пуском ракет, там они готовились еще такой пуск, а потом ракета, как известно, застряла. Даже не ракета, там, по-моему, торпеда была в торпедном аппарате и, соответственно, да, кстати, Белгород – это и что же в Сирии подводная лодка, что и «Курск», так к слову сказать. Вот, поэтому все это бывает, но это, если иметь в виду испытания подводные, да, подводных лодок. Сейчас со флотом, как известно, в России не очень хорошо по разным причинам, потому что, как бы, деньги не доходили, флот не особенно... Американский флот, в этом смысле, раз в 20, конечно, мощнее по возможностям, по потенциалу и по возможностям слежения, кстати. Что не исключает возможности каких-то диверсий подводных, это, конечно, может быть. Но, в общем и целом, знаете, если мы вообще говорим там о всех этих мифическом оружии, в том числе ядерном, потому что незабываемо о том, что наследное оружие в последний раз испытывалось в подземном варианте, в 1996 году это было не Россия, Россия, по-моему, в 90-м году последнее воспитание, поэтому в каком они состоянии находятся сейчас тоже неизвестно, поэтому в том случае, если будут пугать, ну, уже пугают. Да, The Times пишет сейчас, что Путин может провести ядерные испытания возле границы Украины. Как вы считаете? Ну, это та самая версия, которую уже писали где-то месяц назад, это остров Змеиный, я так думаю. Что туда полетит какой-то тактический заряд, там килотоннов 10-20, может быть. Это будет взорвано на острове Змеиным, убиваются два зайца. Первый зайц, это типа все начали страшно бояться. А второй зайц, это экспорт, это зерновой коридор, который таким образом может быть поставлен под сомнением, потому что просто страшно будет там плавать. Поэтому, в общем, версия такая, опять же, есть, но, читая всевозможных авторов разных, в том числе российских и не только, вот, я могу сказать одно, что никто на самом деле пока никакой информации о том, что произойдет это и не произойдет, не имеет. Поверьте мне. Те, кто пишут, что это возможно, не знают, возможно это или нет. Они просто так все предпределили в голове, ну, наверное, чтобы не ошибиться, в будущем скажу, что может быть да, а может нет. Ну, потому что от Путина непонятно, чего можно ожидать. Ну, да, вообще, это происходит с того, что он не совсем, да, не совсем уменяемый человек, поэтому мало ли что в голову приходит. Конечно, может быть и что-то взорвет. Хотя многочисленные эксперты, в том числе и урожаемые разные, еще австралисты, в том числе и России, как ни странно, они говорят о том, что, конечно, любой тактический ядерный заряд, взорванный где бы то ни было, неизбежно, они просто на пальцах показывают, потому что российскому производству неизбежным придет к ядерной войне с техническим оружием. Это просто иначе быть не может. Вот, и поэтому человек, который начав это, он просто должен понимать, что он дойдет до конца. Ну, и теперь, вот я понимаю, что весь мир старается схватить Путина за руки какие-то воображаемые, и чтобы он, не дай бог, эту кнопку не нажал. Уже китайцы подключились, вы знаете, что вчера Минк Китая заявила о том, что любое использование ядерного оружия в Украине, это, мягко выражаясь, шаг назад. Они-то говорят, что надо идти вперед к регулированию, а это шаг назад, и ничему он не поможет. Но если это уже Минк Китая говорит, то, как вы понимаете, это уже такая общая точка зрения во всем мире. А как вы считаете, а Путин вообще кого-то сейчас слушает, и тот же Китай? Ой, вы знаете, мы тоже можно очень долго рассказывать. Я очень люблю путиноведов, которые знают, что в голове у Путина, как он утром встает, чистые зубы, и с кем он общается. Я не знаю, с кем он общается. Мы только можем видеть по последствиям, по действиям, анализировать действия, которые происходят. Действия говорят о том, что весь этот русский корабль под названием «Кремль», он идет вообще неизвестно куда, практически вслепую. Он просто катится. Ну, мы-то знаем, куда он идет, конечно, но пока он туда не дойдет, он просто катится по поверхности. И у меня очень просто ощущение, что на мостике просто уже не совсем понимают, куда крутить и с какой скоростью. То есть все принимаемые решения принимаются спонтанно, не думая о том, чем это закончится, не думая о последствиях, не думая о какой-то стратегии. Слово «стратегия» запрещено уже в России. Тактика тоже, в общем, под вопросом. И поэтому, ну все, знаете, такая реактивная политика, то есть реакция на что-то. Поэтому что может быть, вылети в голову, может террористически нажать, ну, тут не кнопку нажать, имеется в виду дать приказ на там у кого-нибудь, значит, стрельнуть какой-нибудь гаубице 152-миллиметровой с ядерным зарядом. Но в теории все может быть. К чему это повредет? Мы можем только догадываться, потому что американцы тоже в открытую не говорят. Но пугают чем-то страшным. В этом случае я им верю, Соединенным Штатам и тем, кто об этом говорит, что нечто страшное для России будет. Разрушительные последствия, о которых говорят американцы, с моей точки зрения, это именно разрушение. Тут должно быть сошло. Наверное, не случайно сейчас вот американских дипломатов просят и европейских дипломатов выезжать из Москвы? Наверное, это не просто так. Там, на самом деле, граждан просят пока еще эвакуацию. Посольства американского, по-моему, еще нет. Ну, граждан, да-да-да. Может, будет, но она там маленькая, там совсем немного осталось людей. А вот граждан США и там резко других стран... Да, Чехия вчера заявила. Да, Российской Федерации и всего сейчас будут такие заявления. Одно за другим в ближайшие дни, потому что это решение Евросоюза или Штатов, то это все могут к нему присоединяться. Ну, у них, знаете, у них же версия, что мы делаем для того, чтобы люди с больным гражданством случайно не попали в российскую армию, они были призваны, поэтому они уезжаете. Но на самом деле, реально, это, конечно, такой ход в информационной войне со стороны Штатов и со стороны Запада в целом. Международные страны, нас каждый день, через день, они будут тоже кого-то просить уехать оттуда, свои граждане. А это, да, это ход войны. Надо понимать, что идет информационная война, поэтому многое из того, что мы слышим, это, на самом деле, не совсем реальность. Это хода, такая вот просчитанные ходы в этой войне. Александр Владимирович, вот на днях появилась еще одна интересная точка зрения. Выразил ее сенатор США Марко Рубио в интервью CNN. Он заявил, что Россия может нанести удар по аэропортам и распределительным пунктам в Польше, через которые поступает западная военная помощь для Украины. Что вы думаете о таком развитии событий? Ведь порой кажется, что Россия жаждет войны с НАТО. Или это аж обычное восприятие? Опять же, понимаете, если руководство России жаждет самоубийства, иногда и такая точка зрения есть, что ему просто Путину надоело все это жить, ему хочется опрокинуть доску и гореть на все огнем. Если мыслить в такой логике, то, конечно, все может быть. Может, ты ударь по Польше, и по Финляндии, и по Германии. Потому что если ты ударил по Польше, тебе уже все равно. Ты должен быть и по Берлину, и по Лондону, и по Вашингтону. Потому что, на самом деле, это одно и то же. И мечты некоторых российских экспертов, типа господина Караганова, который говорит, что если будет стерться лица земли Познань, то Америка не пошевельнется, потому что езжал-то своего Бостона под угрозой. Так вот, это на самом деле фантазии и мечты, которые могут еще прийти. Но реальный серьезный человек понимает, что любой удар, любой, причем не только ядерный, а просто любой удар по стране членов НАТО, тем более по такому, как Польша, оно вызовет как минимум адекватную реакцию, то есть ответную реакцию симметричную, а как максимум асимметричную, то есть большую. Еще раз, если в Кремле решили закончить с цивилизацией, с человечеством вообще, они могут запустить все ракеты во все возможные стороны, веером их выпустить. Но если хоть что-то, хоть какой-то шанс они оставляют себе же самим, на будущую жизнь, и кто-то там не захочет умирать прямо сегодня, ради какой-то величия России, то, конечно, этого делать они не будут. На самом деле, нужно еще обязательно отметить вопрос о технической пригодности этих ракет, которыми они пугают всех вокруг, потому что мы вот с экспертами разбирали эту тему, то есть ракеты уже давно, в принципе, отслужили, и мы знаем, по примеру, ракет, которые взлетали и просто падали в том же Белгороде, в Крыму. Ну, смотрите, есть тактические, если мы по технологиям, тактические ракеты типа «Эскандера», они, как мы знаем, летят, летят по-разному, вы это тоже видели, летят куда надо, а они, наверное, не туда, куда надо. Вот, это первое. Если именно тут стратегические ракеты, то там совсем все дело непросто, потому что это действительно недавно у нас было интервью Резникова, министр обороны, и он вспомнил разговор с Кучмой, который, собственно, эти ракеты и делал, как известно, на Южмаши, потому что Сатана, которая делается на Южмаши, до сих пор на вооружении России, они только собираются ее заменить на этот Сармат свой. Так вот, и Кучман задавал реализованный вопрос. Они были созданы тогда, черт знает, когда 30 лет назад. А кто их за все это время, да, Украина их передала, кто их за это время обслуживал, какие инженерами занимались, сколько лет этим инженерам. И действительно вопрос в этом есть. То есть и вопрос вообще по ядерному оружию, потому что испытания последние в Советском Союзе подземные, подчеркиваю, проводились в 90-м году. Это было, соответственно, 32 года назад. Поэтому, кстати, сейчас многие эксперты пишут, что перед тем, как что-то применять, неплохо бы что-то испытать. Потому что вообще оно работает или нет. Потому что можно так получить, что действительно оно то ли не взорвется, то ли взорвется не так, как надо. Но я вам сразу скажу, ядерные испытания, какие бы то ни было, это будет, ну, это будет, знаете, в переносном смысле взрыв атомной бомбы для всего мирового сообщества. Потому что есть договор о запрещении ядерных испытаний, как известно, которым мы все, в общем, придерживаться. Если Россия из него выйдет, это уже до ударов всяких по Украине, это будет, ну, глобальный такой удар. Я думаю, что вот после этого момента могут возникнуть всякие разные и другие приготовления разных стран к реальной ядерной атаке. Александр Владимирович, а если подумать, что, ну, вот Путин, который уже считает Донбасс своим ввиду вот этого псевдореферендума и сейчас этих голосований в Госдуме, и сегодня он там должен что-то подписать, чисто теоретически он может, чтобы произвести некий психологический эффект и устрашить мир, испытать в какой-нибудь затопленной шахте Донбасса вот это вот ядерное оружие и произвести некий такой вот эффект. Сейчас же сказали, кстати, что не якобы что-то там на поезде двигается к границам Украины. Ну, знаете, я думаю, что в реале кто-то знает точно, какие там поезда куда ездят, а те, кто знают, не говорят именно в разведке. А ну, нет, ну шахта Донбасса это будет совсем уже завершение его политики геноцида русскоязычного населения, вот, потому что еще и помимо того, что они их убивают, они еще их и подорвут ко всем прочему. Нет, я не думаю, хотя там взрыв, как мы знаем, был когда-то в свое время, в шахте комсомолис, когда была идея добывать уголь из путем летного взрыва, такая идиотская. Так вот, нет, я думаю, что на Донбассе это точно нет, вот, в качестве такого испытания. Ну, знаете, испытание будет двух видов, это подземный, для этого есть полигон, в общем, был полигон на новой земле, как известно в России, и там есть возможность для проведения подземных взрывов. А если это в воздухе, то вот это, типа, можно назвать испытанием, как я уже сказал, или остров Змейный, или какой-то другой остров, то же самое новая земля. Но, еще раз, если для этого Россия, правда, она уже себя договорами, конечно, особо не связывает, привалами, что она подписывала, тем не менее, она должна выйти из договора о запрещении ядерных испытаний. Еще раз, вот этот выход России из договора о запрещении ядерных испытаний, это будет сигнал всего миру просто сплотиться, вот, взяться за руки всем американцам, китайцам, французам, индусам, то есть всем ядерным странам остальным, потому что это их касается непосредственно, то они подписывают договор. Вот, и дальше, я думаю, что может так получиться, что такое последнее китайское предупреждение, то есть и китайское тоже, будет направлено в Москву уже не просто от какой-то страны, а от того консолидированного клуба ядерных стран. Дальше жизнь покажется, посмотрим, что будет. Как вы оцениваете перспективу вот этой мобилизации? Шойгу сегодня отчитался, что якобы 200 тысяч призывников, мобилизованных, новичков уже не насобирали. Протестное настроение будут усиливаться внутри России? Да нет, я не думаю, что это не протестное настроение, это настроение неудобства, потому что я вот сижу, мне неудобно, мне как-то стремно. Это отношение, чувства, которые социологи распознают как страх, страх и неуверенность в будущем. Вот, собственно, и все. Но, к сожалению, российский народ, он такой, знаете, он боится, ему страшно, но он ничего не делает. Это обычное явление, это, кстати, не только в этом веке, это и раньше такое было. То есть страшно, страшно, ну, значит, что, надо сидеть и бояться, и, не дай бог, и да, и не протестовать, потому что нам страшно, но они же наверху знают, что делают, поэтому наше дело бояться. Вот, поэтому никаких особенно не будет, нас интересует должно другое, сейчас не про Россию, бог с ним, нас должно интересовать, насколько боеспособны эти люди, на что они способны. Вот 200 тысяч человек, 300, которые они наберут. Вот, это вопрос, то есть мы, думаю, увидим это где-то там недели, через две, через три, но прекрасно осознаем, ну, чтобы, как бы они их не готовили, что бы они не делали, конечно, ни по уровню готовности, ни по уровню подготовки, да ни по какому другому уровню, они не будут сравнимы с теми российскими вооружёнными силами, которые уже были на территории Украины в течение последних восьми месяцев. Это сто процентов. Значит, то есть эта новая любительская армия, она вот этой старой профессиональной армии, которая в России, она бы ей проиграла. Но поскольку российская профессиональная армия проиграла украинской, то мы, в общем, понимаем, чем это может кончиться. Единственный момент, действительно, это количество, то есть они там террорически могут загнать кучу этого народа вместе с танками Т-62, там образ 50-летней давности, загнать куда-нибудь в Белоруссию и поставить на границу, чтобы мы боялись, у нас оттягивалась там дополнительная сила для того, чтобы мы охраняли ещё белорусскую границу. Вот, собственно, всё. Я считаю, больше ничего. Дальше, пусть военные, конечно, эксперты говорят, но с моей точки зрения, да. Хотя это, конечно, достаточно неприятно. И хотелось, конечно, чтобы они, эти призванные в армии люди, например, занялись под руководством своих командиров, например, Пригожиным, который регулярно оскорбляет и дискредитирует российскую армию. Пригожиным, я напомню, хозяин Чебек Пагмар, который просто наговорил в последнее время, по-моему, лет на 30 тюрьмы за дискредитацию российской армии. Вот им бы занялись, цены бы не были. Александр Владимирович, сегодня Владимир Зеленский вёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом Российской Федерации Путиным, а также необходимость усиления обороноспособности Украины. В Кремле уже отреагировали на это, заявив, что будут ждать, когда Владимир Зеленский изменит свою позицию, или же когда в Украине будет другой президент. Интересна такая позиция того же Пескова, который это всё говорит. Он говорит это уверенно, несмотря на то, что выборы президента России будут раньше, чем выборы президента Украины. Как думаете, Путин уже предполагает и думает, что он усидит в кресле в 2024 году после того, что он наделал? Ну, на самом деле эти выборы будут в один год. У нас в 2024 год. Да, президента России 18 марта, у Украины в конце марта. Там ещё в конце этого же года выборы президента Соединённых Штатов, но это так, да, до кучи. Такой серьёзный будет год. Да нет, ну знаете, я больше чем уверен, что в этой ситуации, опять же, видя о том, как всё происходит в Москве, как всё координировано в кавычках делается, как управляется всеми процессами, я так понимаю, что уже никто сейчас не думает по какой-то 2024 год. Это можно думать, сидя спокойно, когда у тебя есть время, когда ничего не происходит, ты там спокойно готовишь. То ли себе там какой-нибудь очередной срок, то ли, значит, преемника, которого можно посадить под собой и ими руководить. Нет, сейчас не та ситуация, когда там падают фронты, когда разрушаются, когда действительно непонятно, что происходит с народом, потому что мы вот так говорим, конечно, что они там тихие, спокойные, никогда ничего не сделают, но никто же не проверял на самом деле этот российский народ на мобилизацию. Никто еще никогда этого не было, ну, как известно, в 70 лет. Поэтому, бог его знает, чем это может выпустить через какое-то время. А трупы пойдут. А пойдут трупы в большие города, а они пойдут, никуда не денутся. Как они отреагируют, неизвестно. Именно поэтому, кстати говоря, эксперты, близкие к ФСБ, были не очень рады, то, что я видел в телеграммах, в разных каналах, они были не очень рады этому обстоятельству, что все мобилизации в целом, понимая, что они будут отвечать за стабильностью в России. А стабильности это, ну, совсем не дает. Поэтому, знаете, мне сейчас, мне кажется, что им надо, прежде всего, не думая, когда будут выборы, просто выйти из этой ситуации. Причем разные люди какие-то выходы видят, что надо где-то там остановиться, притормозить, отступить назад. Но поскольку Владимир Владимирович Путин сел на велосипед и несется, значит, пропасть со страшной скоростью, по-моему, уже руки не держат на руле, а все едут за ним, то вот это всех и пугает. Поэтому нет, вопрос сейчас не о выборах. А по поводу того, что они будут ждать другого президента Украины, ну, они никогда не понимали Украину, как известно, в Москве. Они считали, что разбираться в Украине это ниже собственного достоинства, взаимоотношения украинской политики, за что и поплатились, кстати. Ну, и сейчас это их не интересует, поэтому они там рассказывают про каких-то других президентов. Они только в декабре прошлого года поняли, что президентом России и Украины не может быть российской политикой. О чем мы вообще говорим, господи? Александр Владимирович, спасибо вам большое за ваши комментарии, за то, что нашли время для телеканала Freedom. Александр Мартынин, генеральный директор информационного агентства Interfax, был с нами в прямом эфире. Interfax, Украина.